Всем привет! Меня зовут Марина. Сегодня мы отправляемся в Сочи, а точнее в Красную Поляну. Первое, что я решила посетить, это этнографический музей под открытым небом. Посмотрим, что тут есть. На территории парка стоят разные павильоны. Каждый представляет свой город. Вход стоит 350 рублей на территорию. Пойду зайду сюда. Самое удивительное в этой мастерской то, что в настоящее время здесь пишут иконы. Мы идем к Бурятии. В павильоне Бурятия находится ресторан, но, к сожалению, в этот день он был закрыт. Зачем мы вообще ехали в Красную Поляну, правильно? Чтобы бус поесть? Или маканки, от слова макать. Тонкий слой на них остается, остывает, потом можно в следующий раз макать. И так 7 раз примерно получается. Хочешь тут ходить? Хочу, наверное, не знаю. В общем-то, как и в большинстве туристических мест, здесь в основном торговля. Продают все подряд. От игрушек до пряников, медовухи там. Всякая ерунда, короче. Ехали на Розу Хутор. Пробьем ник там. Вот где все туристы. Совсем забыла рассказать про наш отель. Отель называется Скайпарк и находится высоко в горах. Можно отдохнуть от людей. А вот там можно снять коттедж. Второй день. Мы идем на подъемник Газпромовский. О, ускоряемся. Тихом бы не вряд ли. Да, да, да. О, как прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После спуска мы пересели на другую кабинку, рассчитанную на 30 человек, и поехали в противоположном направлении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Едем в Хаски-парк и на оленью ферму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Половина кафе и ресторанов просто закрыты и не работают. Странно, потому что вроде как сезон туристов. Тут такая тусня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стадион пишет. Вообще мы пришли посмотреть на поющий фонтан. Решили пойти в Сочи-парк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас посмотрим, сколько стоит вход и вообще стоит ли туда идти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сожалению, в парке на горке очень большая очередь. В некоторых очередях мы стояли около 40 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА